День рождения, который сродни юбилею. Поэтому так много в зале Монинского музея авиации людей с букетами. Все пришли поздравить Галину Павловну Брокбельцову. Таких называют «Человек-легенда». Галина Брокбельцова родилась 12 февраля 1925 года. Фронтовая авиатриса, ветеран Великой Отечественной войны, штурман экипажа, пикирующего бомбардировщика Пе-2, 125-го гвардейского бомбардировочного Борисовского орденов Суворова и Кутузова авиаполка имени Марины Росковой. 98? Поверить в это невозможно. Всегда опрятная, нарядная, просто красивая и нужная. Чествование именинницы на авиационной Монинской земле организовал Союз Женщин России. Сама жизнь Галины Павловны похожа на художественное произведение. Зрителям показали 10 правил жизни Галины Брокбельцовой. Я разослала этот ролик всем своим друзьям. Они записали эти правила, чтобы каждый день показывать детям, отметила руководитель областной организации Союза Женщин России Екатерина Багдасарова. Если вы обладаете такой могучей силой убеждения, вы можете в каждое слово вселить жизнь. И каждое слово обретает свое истинное значение, истинное качество. Потому что вы сама этими качествами и достоинствами обладаете и их демонстрируете. Поздравление прислал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спасибо за все, что вы сделали для защиты нашего Отечества и за то, что храните и передаете нашим юношам и девушкам историческую память. Галину Павловну приветствовали руководители Звездного городка и заместитель главы администрации городского округа Щелкова Дмитрий Толмачев. Вы легенда. Вы человек невероятного мужества. Мы у вас учимся. Мы учатся у вас наши дети. Наше будущее поколение смотрит на вас. Мы вами еще раз хочу сказать гордимся. Основные вехи биографии Галины Павловны Брок-Бельцовой промелькнули в музыкально-театрализованной постановке. Родители, учеба, служба, работа, семья, война. Гале Брок было всего 16, когда она началась. И девчонка добровольно отправилась в военкомат. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. Галину направили в Московское авиационное училище связи учить на синоптика-метеоролога. А потом стали набирать пополнение в 125-й бомбардировочный авиаполк. Так она попала в знаменитую авиагруппу, созданную Мариной Росковой. Нужно 10 добровольцев, готовых переучиться на летчиков-наблюдателей, штурманов П-2. Кто готов поехать в центр, переучиться и оттуда на фронт, поднимите руки. Подняли руки самые отчаянные, неугомонные, отличники. И нас направили в третий запасной авиационный полк в город Ешкарала. Помню первое ощущение от П-2. Красивая, хищная птица. На этой легендарной пешке или пешечке она совершила 36 боевых вылетов. Дневные ведьмы или дневные фурии наводили ужас на врага. Война познакомила Галину Брок с молодым командиром Георгием Бельцовым, будущим мужем, с которым они прожили 60 лет и вырастили троих детей. После войны Галина Павловна закончила МГУ, защитила диссертацию, преподавала в ведущих вузах страны и даже была агентом советской контрразведки. Сейчас пишет книги, свежие экземпляры которых вручила двум девчонкам-летчицам, лейтенантам, которым в ближайшее время предстоит проявить полученные в учебе навыки в реальных боевых условиях. Пожелала, конечно, победы. Сегодня увидела лейтенантов такими славными, героическими уже сегодня мастерами, профессионалами, достойными славного имени девчонок-фронтовиков, прошедшей Великой Отечественной. Каждый, кто знает Галину Павловну, может сказать о ней десятками восторженных эпитетов. И все будут правдой. Я много раз задавал себе вопросы, возможно ли в одном человеке, в женщине, разместить огромное количество всех событий, внешне красивое, душно красивое, умное, логически мыслит, она прекрасно выстраивает свои предложения абсолютно четко. Она является примером доброты, твердости ума, твердости духа. Она является примером грамотности и правильности поведения, правильности организации себя на победу. Мы спросили Галину Павловну, где она берет силы активно жить, радоваться жизни и заряжать этим окружающих. Друзья, я могу выдать секрет. Секрет заключается только в одном – востребованности. Если ко мне звонят, приходят и говорят, надо что-то сделать, я чувствую, я нужна. И вот это заставляет держать готовность номер один. Быть в курсе событий, быть в физической форме, обязательно информацию всю прочитать, которая приходит, подготовить рабочий костюм. Потому что до сих пор встречают, пойдешь... Женщина-легенда, женщина-наставник. Смотреть парад победы рядом с президентом, встречаться с молодежью или выступать на ТВ – она всегда в готовности номер один. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.